Когда вот эта первая атака была, если смотрите, он подсел именно на левую ногу. Дамир дрался на одной ноге же, по идее. До этого периода были, когда он хотел вообще бросить ММА. Хруст даже был. Врачи в России, в Германии сказали, вроде бы, можно попробовать без операции обойтись. Был удар пропущен печень с левой стороны ноги. И вот там я ему кричал, поменяй стойку, он пошел снимать МРТ. Когда можно будет, ну хотя бы приблизительно, ждать титульный бой с участием Дамира? Ого-го! Друзья, привет всем! Вы на канале Спорт Стру. Ну, сегодня выпуск о смешанных единоборствах. Мы обсуждаем победу Дамира Исмогулова над Рафаэлем Алвесом. Четвертую победу казахского, казахского, точнее, бойца в UFC. Делаем это с участием президента Казахстанской Федерации ММА и Панкратиона Сагендыком Микеевым и личным тренером Дамира Исмогулова. Гонялся за ним несколько дней. Надеялся сделать этот выпуск сразу после боя, но удалось его только сейчас. Публикую этот выпуск на фоне совсем недавнего поражения казахстанских футболистов в Скопье в товарищеском матче. Ну, надеюсь, что удастся подсластить пилюлю. Мы все-таки обсуждаем победу. Приятные для нас новости. Сагендыком Микеевым мы обсудили, конечно же, очень жаркий июнь в казахстанском ММА. Многие события, которые нас ждут в ближайшие дни, это дебют Армана Успанова в США, второй бой в UFC в исполнении Шавката Рахмонова, ну и визит Хабиба в Алматы, конечно, тоже не обошли стороной. Но! Настолько подробно и интересно с инсайдами и даже, я бы сказал, с эксклюзивами, на мой взгляд, Сагендык Микеев рассказал о бои, который состоялся с участием Дамира Исмогулова, а ведь он там секундировал, находился в октагоне. Поэтому я разделил наше интервью на две части. Сегодня говорим про Исмогулова. Ну а через несколько дней у нас будет превью к важнейшим событиям, которые я уже обозначил. Постараюсь в ближайшие пару дней не обойти стороной футбольную тему, что же там произошло в Македонии с казахстанскими футболистами. Я думаю, что есть поводы для оптимизма. Обсужу это тоже с теми спикерами, которые соблаговали от высказаться на Sports.Tru. Подпишитесь на канал Sports.Tru, поставьте лайк под этим видео и не забудьте оставить комментарий. Нужно 5-6 слов, желательно какие-то развернутые ваши мысли о том, что ждет Дамира Исмогулова. Здесь вы почерпнете много информации и ваши мысли по этим поводам тоже весьма интересны. Поехали! Сагендык, приветствую вас. Во-первых, можно ли вас поздравить как полновесного участника этого поединка с победой? Ну, я рядом, конечно, был и секундировал его в углу Дамира. Ну, конечно, можно поздравить и меня в том числе, и весь наш Казахстан. Я хочу один момент уточнить. Вы с какого его боя в UFC уже в качестве его секунданта и личного тренера выступаете? Ну, мы вот этот бой. Ну, по сути, вы уже работаете с Дамиром, но конкретно к этому бою его готовили. И правильно ли я понимаю, что поединок с Рафаэлем Малбисом, вот этот бой, было бы важно закончить досрочно для Дамира? Он ставил перед собой такую задачу. Ну, я бы не сказал, что Дамир ставил, знаете, вот, ну, никто не ставит досрочную победу. Конечно, в уме мы, я сам когда-то дрался, в уме-то мы хотим все это сделать как бы досрочно. И это, во всяком случае, это всегда легче, потому что, ну, как легче, в смысле, потом это в будущем хорошо, во-первых, для рейтинга, это и для себя, чтобы меньше дальше драться, травм терять, понимаете, да, энергию, чтобы не получить травму и так далее, да. Я, например, могу сказать, что на этот турнир, конечно, Дамир не сильно был подготовлен в отношении того, что я все-таки думаю, где-то он берег ноги. И вот это сомнение было, боязнь, что что-то опять может случиться. Мало кто знает, вот я сейчас расскажу, что Дамир дрался на одной ноге же, по идее. Дело в том, что перед выездом на турнир в Америку, буквально за два дня до вылета, там вообще все очень было, ну, как-то вот скользко с этим визой, рабочей визой. Как бы все готовилось, но очень долго не получалось. Хорошо там вот наши друзья подключились, со всех сторон начали звонить знакомым, и как-то буквально он получил только рабочую визу, он на следующий день улетел, даже или тот же день, я его уже не помню. А до этого, буквально за два дня до вылета, на тренировке он получил травму, как раз тренировался, боролся. А вторая пара, которая сзади, обычно бывает, зал небольшой оказался, и вторая пара падает на его ногу сзади. И там даже вот мне, как ребят сказали, что хруст даже был, у него болело. Вот опять-таки Бржану большое спасибо, конечно, я звоню он вечером, опять я тоже расстроен, говорю, ребят, ну что такое Дамир, он ночь, всю ночь, он его сидел, он не спал компрессом, так получился всю ночь. Потом второй день он также его компрессом, вот этот опухоль, он гасил его. Вопрос стоял, Бржан даже, я так понял потом, что Бржан даже, как Дамир говорит, что даже запретил мне выступать, якобы с этой ногой. Есть важная информация, которая не займет много вашего времени, но вполне может принести вам удачу. Спонсор данного выпуска Sports.ru, компания 1xbet, запустила специальную акцию «Ставка без риска». Перед ярчайшими и важнейшими матчами в самых разных видах спорта компания 1xbet предлагает вам испытать свою удачу, абсолютно не рискуя своими деньгами. Вы выбираете события, делаете ставку и в случае неудачи получаете свою ставку назад. Список событий, которые входят в эту акцию, вы можете найти на сайте компании 1xbet или по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Не забывайте, что уже через неделю стартует чемпионат Европы, главный футбольный форум этого года, и, конечно же, матчи с Евро будут в этом списке обязательно. Ну и еще одна важная деталь, о которой я всегда напоминаю вам, компания 1xbet предлагает вам получить супер-бонус при регистрации первом пополнении, 200% и до 260 тысяч тенге. Все, что вам для этого нужно, это ссылка в закрепленном комментарии под этим видео и промокод TRUE1. Дамир долго ждал этот бой, он мне тогда говорил, ага, я хоть на одной ноге, но я выйду на этот бой. Плюс там дело чести, тем более, вы знаете, да, там небольшая перепалка была в соцсетях. В общем-то, он полетел, я не успел в тот день, мне надо ПЦР еще сдать, и на второй день я за ним тоже полетел, за Дамиром, в общем-то. Знаете, какая ситуация? Мы приехали туда, сразу карантин, естественно, сгонка веса началась, Дамир все удачно, мы согнали вес, вес мы даже перегнали. После турнира, после боя, буквально на второй день он пошел снимать МРТ. В Америке, в штаты там. Ну, вообще классный, конечно, там UFC Performance, вот этот институт их, ну, там все условия. В общем-то, мы даже думаем, что вот сейчас Дамир сейчас остановится, отдохнет, и он после горных сборов, он опять поедет туда, там будет готовиться. Ну, все условия там, начинают врачи, зал, тренер по физподготовке, понимаете, да, там тренер отдельно по лапам, по борьбе, по грепплингу, там, ну, нам бы такие зал, таких бы, ну, оборудования, так скажем, да, не помешал бы хотя бы один в Казахстане. Ну, вот он снял, а на следующем узнаем, что он, я кажется, на левой ноге порван этот мениск. И вот мы об этом и говорим, что он на одной ноге дрался. То есть он выехал уже трензированный. Знаете, когда вот эта первая атака была, вы, если смотрите, он подсел именно на левую ногу. То есть левая нога по себе оказалась, потому что он первый удар, вот, первый удар он пропускает, мы видим. Остальные три он попадает то там или мимо, или последний удар в блок, в руку попадает. Но не от того, что там, а то он уже накатывается назад, у него нога уже не держит. То есть, и он, естественно, падает, но тоже переключается на проход, вот, как бы, он ситуацию уже дальше знает. Но в целом, я думаю, что при подготовке, конечно, не хватило. И вот то, что с ним занимался Элдар, вот его тренер по боксу в Оренбурге, он тоже, в общем-то, говорил, да, мир, я слышал, что даже при такой подготовке в игры, я думаю, не знаю, если хорошо, 60% готовности там было к этому бою. Соперника не хочу молять, что он там слабый или что-то. Ну, извините, он победитель, он обладатель пояса «Титан» в Америке. Очень популярная, знаете, организация «Титан». И я не думаю, что он такой совсем слабый соперник. Просто здесь все-таки, наверное, у Дамира классом выше парень. Тактика вообще боя была такая. Я знал, что у него нога. И я знаю, что этот бразильец, когда работает, он часто ногами работает. И он, в общем-то, в целом комбинации работает. Но чтобы вот эту комбинацию ему не дать, мы с Дамиром разговаривали о том, что он должен опережать его. Дамир же еще, видите, не каждый может увидеть. Он видит хорошо, что движение ног. Только тот, начиная движение телом или ног, Дамир тоже должен был выбрасывать джеб. Выбрасывает джеб, встречает, останавливает. Часто он джебом встречал, и потом или где-то правый. Не считая комбинации, когда он двоечко атаковал сам, например. Именно в тактике Дамир два раунда он четко отработал. В третьей вроде все начинал, начиная где-то ближе к середине. Я так думаю, Дамир где-то сам, наверное, хотел, чтобы успокоить этот бой. Думал, так, на лике. Но так не бывает. Тем более бразильцы тренера подгоняли. И он уже понимает, что он два раунда проиграл. Естественно, был бы искать явный или нокаут, или технический нокаут он искал вариант. Поэтому был удар, пропущен печень с левой стороны ноги. И вот там я ему кричал, поменяй стойку, или надо было уходить. Он прослушал, пропускает печень. В тот момент, помните, он немножко начал отходить. Хорошо, хоть он опытный парень, где-то там пошел на клинч, затянул время. А нога та же самая, которая была травмирована на футболе и после третьего боя? Нет. Там была на правой. Сейчас мениск на левой. Это была правая нога там. Мениск на левой. Три травмы на правой ноге, а сейчас на левой. Да, один сюда. Ну, правая нога при подготовке уже была в полном порядке. Там уже все вылечили полностью, да? Да, да. По правой ноге все нормально. Вот, ну, Бржан чувствовал что-то непорядки левой ногой. Он сразу сказал, там что-то сосредство у тебя, Дамир. Ну, то есть, вы думали о том, чтобы бой отменить, но Дамир сказал, нет, я должен. И по той причине, и по этой, и по разным причинам все-таки полетел. Вы мне опишите, пожалуйста, ваши эмоции, вот, первые 10 секунд боя, когда Дамир упал. Знаете как, все-таки я, ну, может быть, давно не секундировал, годика-два, там, не знаю сколько. Ну, опыт у меня большой по секунду. Ну, я вообще всегда веду ребят спокойно в режиме. Потому что, чтобы и спортсмен не волновался. Если секундант будет личное движение, это и вредно для самого спортсмена. Поэтому это я, как бы, уже знаю все хорошо, вот эти моменты. Опять-таки, это профессионалу видно будет, да, там, видно по движению спортсмена, когда он падает. Разница есть, когда он упал, или разница, когда он нокдаун, например, да? И то, что он тут же переходит в ноги на проход. Вот, и это классический стиль, обычно, когда спортсмены в боях падают, как бы, от любого, от удара или, там, от толчка. И многие уже в партере, находясь, переходят на борьбу, например, скажем, да? Так удобнее. Когда Дамир упал, но единственное, я ему кричал, чтобы он взял руки. Там я ничего такого личного не говорил, когда он уже закрыл гильотины. Таких гильотин тоже душат, и, в общем-то, многие сдаются. Но молодец Дамир, опять-таки, себя очень показал хладнокровно, без паники. Единственное, я только все время кричал, ну, два-три раза я ему крикнул, захват руки, руки. Он уже руку засунул на его палец, и он это придерживал. И там надо было просто времени. Времени надо было, чтобы тот, любой человек, долго не сможет держать там. Он все равно бы подустал под руки. И он, так и случилось. Дамир говорит, я держу руку, контролирую, плечи поставил, вижу, что, ну, ничего страшного нет. Только он сказал, что первые секунды какие-то немножко строгу, потому что он мне закрыл. Но я хорошо, говорит, руки поставил. И так получилось, где-то, Варис начал руки отпускать, и вот Дамир тут же прошел дальше. Накрыл его, и уже дальнейшее вы сами знаете начали. Я понимаю, что вы не показывали эмоции. У вас не йогло внутри. Наверное, первые секунды, наверное, такой был момент. Но у меня такое бывало часто у ребят. В общем-то, выходил я, даже мы с Абдуманапом, когда я же был в Дубае, когда Хабиб тоже дрался. И вот такой же момент в Пуре. Точно так же было накрытие. В Пуре так же накрывал. И Хабиб тоже мне говорил. Мы тоже разговаривали с отцом. Потом он сказал, что он накрыл меня, я взял руку, но я терпел. Там как бы больше как не удушение, там больше на боль, так скажем, да, на давление идет. Бывает такой момент, да, когда давление идет, иногда бывает, что от боли сдаются многие. И Хабиб тоже так же сказал. Я передержал, я знал, что я держу ситуацию, все нормально, и дал ему подержать. Ну, как вот Дамир, Дамир тоже так сказал, в общем-то. Я все видел, слышал и держал его, думал, ну, у меня все нормально. То есть на удушение я не иду, не закрыл он до конца, ну, и как бы держит руки его. А тот уже начал уставать, руки забиваются же. И потом он сам отпустил уже. Поэтому, да, я знаю, многие ребята об этом говорят. Потом, когда я с ребятами звонил или разговаривал, вот именно вот этот момент, в основном, первый момент, вот этот. И, может быть, в третьем периоде, когда чуть-чуть он был такой, какой-то период момента, там, несколько секунд. Дамир, когда потерял немножко дистанцию, и это бой, поединок, сам поединок немножко. Хотел провести, видно, хотел концовку. Погасить все это, видите, как получается. Я всегда ему говорю, не расслабляйся. И Дамир говорил, никогда не отступай. То есть, если начнется отступать, бьющему человеку легче всегда, это двойку наносить или комбинацию в продолжение. Кто нападает, бьющему, это всегда легче. Поэтому должен середину удержать. Всегда говорим, Дамир, чтобы середину не отступал. Он, в общем-то, вы сами видели, два периода, он центр не отдавал, атаковал, экономил он, зная, что он не в полной форме. Он не в... Там момент был, когда, помните, он два нокдаунта отправил. Он сперва стоячего отправляет нокдаун. Если вы заметили, он начинает немножко отступать. Это доля секунды буквально. Но там этого хватало, можно было бы дальше Дамиру пойти, там, ну, как бы ускорить, да? Он понимал, что сейчас ускорится, может задохнуться потом. Так бывает в ММА, когда... Тем более он знал, что сейчас 100% не готов к этому бою. И старался дозировать. Я о том, что говорю, Дамир в этом отношении очень умный парень. Умеет ход борьбы вести. Просто его надо вовремя поругать, так скажем. Да, каких-то моментов есть, если он вдруг достаивается, чтобы он не стоял и работал. Вот это только момент. Все. А в основном, Дамир может сам очень грамотно работать. По поводу медицины. Мы сразу после боя с вами созвонились. Вы сказали, что у него были сечки на обеих ногах. И потребовалась медицинская помощь. Можно подробнее чуть-чуть рассказать про это? В каком состоянии он вышел из боя? С точки зрения здоровья, медицины, ног? После боя он сказал, единственное, левая нога его давит. Ну, то есть... Ну, скажем так, моет левая нога. Министр? Да, перед боем то, что у него случилось, естественно, все сказывалось. Конечно, мы это понимали. Хорошо, что Дамир хорошо в первые периоды раздерживал его. То есть, ты имя джипом останавливал. Поэтому, если видели, там особенно и он лоу-кикс не нанес. А таких ущерба Дамиру. Там, может, пара прошла как-то. Но таких не было. Обычно этот Бразилийц очень много работает ногами. Мы даже прилетели в Алматы. У него до сих пор немножко подны. Но он мне говорит, что лучше и лучше каждым днем. Он мне так сказал. Вот даже сегодня я с ним разговаривал. Он мне сказал, что мне лучше все-таки. Говорит, мы ждем сейчас. Прослушали российских врачей. Мы же вот этот МРТ, то есть сам с ними уже отправляли. И врачи в России, в Германии сказали, вроде бы, можно попробовать без операции обойтись. Вот сейчас ждем с Италии, должны послушаем врачей. Если все так, значит, будет он просто до меня реабилитация проходить. Ну, тот же у нас Бразилийц, врач, кудесник наш, поработает. Будем надеяться. Если с Италии врач, который сегодня вечером должен сказать, окончили, вот, третий выждем. Вот если все нормально, пройти в летацию, подготовиться в горные сборы, где-нибудь в горах, в Сагогорье. И уже где-то к Юле он должен поехать в Америку обратно. И там уже готовиться и ждать свой следующий бой. Сейчас еще будем обсуждать детали боя Исмогулов-Алвис. И там Сагиндек Никеев тоже открывает некоторые интересные детали, которые он почерпнул и в октагоне, и уже после боя. И про травмы, и про весогонку, и про все остальное. Но в рамках данной беседы он еще и рассказал и о знакомстве с Дамиром, о том, как Исмогулов приехал в Казахстан, о том, как произошла их первая встреча, много интересных деталей. Ну, я, в общем-то, Дамира уже лет, наверное, шесть. С появлением его вообще в Казахстане история. Конечно, если надо, могу рассказать, как это было. Как появился Дамир вообще у нас в моей жизни или в Казахстане в целом. Именно сейчас я год не помню какой, но это было лет так, пять-шесть там назад. Впервые в Уральске один из моих учеников, это Армад Сарсикенов, финалист чемпионата мира боевой самбо, обладатель Кубка мира боевой самбо, чемпион Казахстана по Панкратиону. Как-то он мне позвонил и видео высылает. И на этом, ну, видео такое любительское, плохо видно, по рукопашному бою видно. И мне говорит, ага, и вот, смотрите, Казахпола Дамир его из Могулов в Оренбурге выступает. Давайте мы его заберем, ну, поможем парню там двигаться в профессиональных боях. Ну, я в какой-то период приехал, это было зимой, в Уральск, и он его вызвал с первой майки, там 30 километров от Уральска недалеко. Приехал парень такой, худощавый, ну, это зимой был в куртке такой. И он как-то с Апазани пришел и напротив меня сел. Такой пацан показался мне дерзким. Я так у него спрашиваю, он говорит, да, готов драться там, ну, по разговору был парень такой, заряженный был. Вот как наше первое знакомство было. А в дальнейшем уже, вот, он часто приезжал в Уральск, там тренировался его первый тренер Алмат Исентаев. Они с одного поселка. В общем-то, Дамир же пришел очень поздно в ММА. Он, в общем-то, неплохо играл в футбол. В Оренбургскую команду играл, какие-то надежды у него были. Ну, и он мне как сказал, что увидел, где-то заходил зал, ребят там на турнире, и ему это понравилось. И вот с ребятами начал ходить, и вот так постепенно, постепенно увлекся. Он быстро, самое главное, то, что он быстро набирал. Ну, парень по себе умный очень. То есть, ему что-то говоришь, он быстро схватывает. И буквально там, на вторых дальнейших упражнениях он это исполнял, и каждому разу лучше-лучше. Поэтому в дальнейшем, когда он подписал клубом «Боец», естественно, его заметили в Оренбурге. Дамир, вы знаете, начал с любительских. Он же победитель Кубка России по ММА любительскому. Единственное, не Дагестан, не Кавказец, скажем, который выиграл в тот период. В Суперкубке, вы знаете, что Суперкубик – это победитель чемпионата России, победитель Кубка России встречается. Ну, это был, по-моему, в Владивостоке или Хабарске, в Дальнем Востоке турнир проходил. Там Федор Емельянки присутствовал на турнир, и Дамир там получил травму. Ну, как травму? Он в первый период встречается чемпионом России, выигрывает его. Очень хорошее себя показал, и в конце большой палец у него рвется, палец ноги. Там, в общем-то, ММА раньше проходил ринг боксерский, но снизу переплетительные сетки. И вот он зацепил палец, туда зацепился, видно, когда бросал подхват, и, ну, оторвал его, короче. Он сам не заметил, а после первой перерыва, там, Алмат-тренер его заметил, он показал, врачу показать надо. А у него болтается просто. Ну, естественно, врач говорит, ну, он сам не понимает, там, заплакал даже. Ему, а он там, я видел на тот момент, что он просился, дайте, я выйду до конца. Ну, в общем-то, да, Федор заметил его. Я, как знаю, сказали, что Федор сказал, хороший парень, у него будущее хорошее. И парень начал прибавлять, он выигрывать начал турниры, к нам в Казахстан приезжал, выступал в Алмате. И потом, в 16-м, по-моему, году он выиграл Кубок Евразии, то есть не Кубок, а поезд чемпиона Евразии. NFC, турнир NFC в Ахтал. Это был шикарный турнир на берегу моря Каспийского, там было собрано больше, более 30 тысяч человек. Дамир вот как-то вот незаметно стал чемпионом М1, защиту сделал пару раз, свою защиту как по лону, перешел в UFC. Ну, все эти годы он, в общем-то, на виду, мы иногда в каких-то боях, он мне всегда звонит, ага, вот сейчас на этот бой мы с ним обсуждаем, как драться и так далее. Хоть при том, что у него были тренера, которые уже клубом боец поставлены, это Игорь Фунтиков, там, Ильдар, тренера по боксу, который, ну, и сейчас он всегда с ним тоже тренируется, ездит в Оренбург. Между прочим, на эту подготовку он тоже с ним готовился. Мы начинали зимой здесь, в Реблета-Саватрау, Алмата, где-то я помогал, но у меня вот так случилось, что в январе появился М1 на шее, я уже даже лапа не мог держать. Между прочим, в прошлом году появился у нас у Дамира хороший Реблетолог, восстановитель Биржан, он сам, ну, лет 15-17 опыт работы в футбольных командах, в Кайрате, в Ордабасе, восстанавливал Дамира. Вы знаете, после той схватки бразильцам у него была порвана крестообразная связка, позже, когда он уже восстановил, порвалась у него с правой стороны Ахилла ниже. Буквально проходит период, он начинает готовиться, тренировка, это Ахиллу он порвал на футболе, буквально проходит там некоторое время, там, месяца 34 прошло, он начал тренировку, опять делал, и тут же рвёт чуть свыше, то есть чуть выше Ахилла вторая рвёт, в этой же ноге. Ну, я там, он даже мне не звонил во второй раз, я уже такой, уже иногда я ругаю его, что там говорить, такие моменты какие-то, тогда он что-то неправильно делает, как старший его ругает. И он мне даже не звонил, а я потом узнал от Бержана, что так случилось. Был период, конечно, он расстроен был, до этого периоды были, когда он хотел вообще бросить ММА, ну, понимаете, да, там, травм за травм, он думает, ну, наверное, этот. Я помню, Сарматов приехал в Оренбург к нему, и мы его поддержали, как бы, приехали в Оренбург, побыли с ним, пообщались, там, поддержали его. Мне тогда сказал, надо, наверное, всё-таки свыше проверять тебя, поэтому испытания у каждого человека бывают, и у тебя, наверное, этот период испытаний, значит, если продержишься, всё нормально, значит, будет всё нормально. Чем могли, мы ему помогали. Реакция UFC на эту победу, что сказали, кто следующий соперник? Я так понимаю, его ждут, вот в Лас-Вегисе центре, то, что говорил, UFC, в институте его ждут, его приглашают, есть там менеджер Руди, он сказал, что, Дамир, мы тебя ждём. В общем-то, его все там знают хорошо, я так понял, даже он никогда не был в Америке, ну, очень, Дамир такой парень открытый, и быстрый язык с ними нашёл, по бою. Мы так думаем, что всё-таки это будет, я, Дамир, думаю, и Дамир сам понимает, что это всё-таки сентябрь, потому что сейчас по ноге надо восстановить немножко, как бы ни было, даже если без операции, потом ему надо будет вот эти горные сборы, потом поехать, готовиться в Штатах, это всё равно месяца два-три займёт. Калибр, который теперь обещают, по ощущениям. А, ну, по калибру, ну, как UFC даст, ну, Дамир-то хочет таких, ну, топовых, в пятнашку. Да, он, по идее, такой момент был, в общем-то, мы до этого слышали, что если этот бой выиграет Дамир, он должен попасть, даже когда он выиграл, в смысле, говорили, что должен был на следующий, чем выйти, по рейтингу. Должен был зайти, вот, после этой победы в пятнадцать лучших, у него уже четыре победы. Это он сейчас идёт, вы знаете, третьим, да, по серии, кроме Оливера, чемпиона, там, Махачева, там, как бы, у тех девять, там, семь и плюс Дамира четыре. Но так получилось, почему-то странно, конечно, мы тоже вопрос задаём, тоже Цурикян, сейчас занимает пятнадцатый место, Цурикян, а четырнадцатый, тот боец, который Дамир выиграл, бразильцы, предыдущие. И странный очень момент такой, и самый главный, Цурикян, который поражение, две победы, опять-таки, он дрался, когда, в последний раз, UFC решила, там, я не знаю, ну, такое решение непонятно, но мы почему-то уверены были, что вот Дамир должен был попасть пятнашку после этой победы, ну, мы будем, Дамир будет работать дальше, и если всё нормально, решала следующая победа, попадёт точно, наверное, пятнашку уже. Но следующий соперник, уже можно практически не сомневаться, будет из топ-15. Ну, я вам вот не могу сказать, потому что, видите, даже в своё время Махач, который сколько дрался, вот он сейчас говорит, ему сейчас дали парня, который четырнадцатым стоит, а Махач сейчас девятый, по-моему, если не ошибаюсь, он четырнадцатым стоит, и тот, который Дамир проиграл, вот сейчас он будет с ним драться. Посмотреть надо будет, как UFC. Ну, мы, Дамир иногда работает, может быть, он кого-то вызовет, посмотрим из топовых бойцов. Давайте предположим, что вот сейчас с коленом, дай Бог, чтобы всё было хорошо, следующий бой в сентябре, подготовка два-три месяца в Соединённых Штатах, всё будет, слава Богу. Когда можно будет, ну, хотя бы приблизительно ждать титульный бой с участием Дамира? Ого-го! Ну, если, конечно, травм, в будущем ничего не будет, ну, а что тут такого? Если следующий бой он выигрывает, иншаллах, попадает в Нашку минимум, ну, оттуда можно и прыгать, простите, десятки. Ну, всё будет зависеть, знаете, как от чего? Насколько Дамир будет пока зрелищный бой. Насколько будет, ну, UFC, вы сами понимаете, они, в первую очередь, продают бой же, поэтому, если Дамир покажет красивый бой, будет пока зрелищный. Я думаю, через бой три, может быть, и ближе к титульному будет. Сейчас говорить об этом ещё рано. Я вот этот момент один могу сказать. Если Дамир покажет зрелищный бой с нокаутами, вы же сами понимаете, в первую очередь, продажи. Естественно, UFC будет на это смотреть. Поэтому всё в руках Дамира, как он себя покажет в следующих, в последующих боях, так и будет. Там и титульный гнидогорами будет. У вас есть ощущение, что 22-й год должен стать и по возрасту, и по развитию карьеры, и по восстановлению после травмы главным в его карьере, 22-й год? Да, я думаю, так и оно должно быть. В этот год, конечно, мы сейчас с этими травмами, подряд травмами, травмами, я думаю, следующий год должен быть годом Дамира. Но тут не забывать такой момент сейчас в голове Дамира. Мы все думаем, может, уйти и ниже, на 66. Дело в том, что Дамир весит 78 килограммов, много не гоняет, так скажем. Сейчас вопрос, или набирать, как говорится, мясо, доводить там вес, хотя бы 82, хотя бы, и биться в этом же. Ну, рост ему позволяет 1,80 метра. Или уходить вниз с этим весом, если правильно будет диетология, тем более сейчас он в Штаты поедет. Посмотрим, все будет. Вот он сейчас поедет в Штаты, там уже видно будет. Он пообщается с диетологами в Лас-Вегасе и уже посмотрим, может, уйдет и вниз. Дамир как говорит? Вот я, говорит, на 70 килограмм пока трудности такой не испытал. Ну, на самом деле, таких трудностей не было. Даже этот последний бой, как бы то ни было, при его готовности Дамира в процентном отношении вообще слабо был подготовлен. И то он выиграл, да. Вот в этот момент его, наверное, немножко держит. То, что пока не встретил сильных сопротивлений, чтобы такая вот где-то рядом бой, чтобы был, да. Мы же в основном видим, что все-таки он доминирует, да, там обыгрывает. Вот этот момент его немножко, наверное, вот из-за этого держит. А так, если посмотреть, конечно, ребята там все впереди мощные, конечно, тяжелые, гоняют в 90 и так далее. Там кто-то 85, а Дамира 70-80 всего. Вот этот момент. Ну, у Дамира хорошо, он на руках хорошо, на ногах двигается хорошо, он не стоячий боец. Это надо заметить. Чувствуется его школа, наверное, советская нашего бокса, так скажем. То есть все-таки вероятно, что в ближайшее время мы узнаем еще и о смене весовой категории? Да, все возможно может быть. Да, и смена может быть, но это еще не окончательно, но есть. Задумка есть. Итак, друзья, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Если так, то поставьте лайк, напишите комментарий. Все это будет очень приятно. Я напоминаю вам, что завтра, послезавтра планирую с вами обсудить футбольные события, матч нашей молодежной и взрослой национальных команд. Товарищеские, официальные, там разное было, что произошло и вообще, почему мы проиграли. А в начале следующей недели будем уже разгонять жаркий июнь для казахстанского ММА. Напомню, что Хабиб едет в Алматы, Шавка от Рахманов готовится ко второму бою в UFC. Ну и Арман Успанов собирается дебютировать в США. Все это, конечно же, обещает зацепить внимание большой и широкой аудитории. А я собираюсь об этом поговорить с интересными спикерами в начале следующей недели на Спортстру. С вас лайки, комменты, подписки. С меня как можно больше контента. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok